Здравствуйте дорогие друзья, давайте сегодня поговорим о самом вкусном из недельной главы, это о мане. Ман это вообще уникальная, чудесная вещь, которая имеет тысячи духовных и физических оттенков. Ман в первую очередь служит уроком того, что только творец дает пищу. Люди заблуждаются, думая, что они зарабатывают что-нибудь. На самом деле они же забирают ту долю, которая выделена им в прошедший новый год, разрешена. Тогда определяются доходы всех людей на земле. И мы вот должны написано считать свое положение в мире, сходных с положениями наших праотцов пустыни. Так же, как они собирали ман и осознавали, что им дают долю с неба, так и мы должны понимать, что все наши доходы идут только от творца. Вот подумайте сами, нет никакого смысла в том, чтобы человек, который является венцом творения, единственная целью творения, тратил лучшую часть своей жизни, зарабатывая себе пропитание, прилагая при этом какие-то большие усилия. Наши мудрецы говорили, что вы же не видели никогда льва, который вынужден стать носильщиком, или чтобы олень стал крестьянином, зарабатывая себе, лисица лавочником. Однако, хотя они не могут овладеть ни одной профессией, тем не менее, все, Бог написано, удовлетворяет их нужды. Почему же человек, который стоит выше всех существ, проводит свою жизнь в погоне за заработком? Все начиналось, если вы помните, в Торе, где первый раз? До того, как человек согрешил, что было сказано после греха, а теперь в поте лица Божий добивать свой хлеб. То есть, следовательно, кушать не надо было раньше, в смысле, работать не надо было, чтобы кушать. Только из-за грехов написано, человек утратил свое особое положение в мире. В Талмуде, в трактате Йома, кто не верит, лист 75, дается детальное описание особенностей Маны. В частности, сказано, что Ман мог вдохновлять людей не меньше, чем самые зажигательные речи. А что не нравилось людям? Ну, я уже рассказывал. Способ распределения. Он был ориентирован на духовный уровень человека. К примеру, для праведника Ман выпадал прямо у порога его дома. Менее достойный человек собирал долю на каком-то расстоянии, но так, в лагере, внутри лагеря. Ну, совсем, как бы это такие, за лагерь ходили. Как только человек исправлялся, система распределения менялась. Таким образом, духовный уровень человека был известен окружающим, и любое проявление лицемерия исключалось. Вот это вот сильно мешало. А что вообще является большим чудом, мудрецы задают вопрос. Хлеб с небес или хлеб из земли? Хотя на первый взгляд может показаться, что правильный ответ хлеб с небес, но более глубокое рассмотрение мудрецами предмета показывало, что различие между тем, что мы называем хлеб чудом, да, и природой, заключается в частоте появления одного или другого. Если бы мы каждый день, вот каждое утро, каждое утро падал ман, то зернышко, проросшее из земли, являлось бы для нас чудом чудес. Если бы мы постоянно получали свою пищу в виде небесного дождя, вот это и было бы природой для нас. Поэтому в действительности тот самый творец, который чудом обеспечивая нас хлебом из земли, дал нашим предкам хлеб с небес. Есть еще очень интересные особенности. Здесь написано, что облака славы, которые приносили ман, даже не славы, это такие облака, а не славы, это другие облака, которые приносили ман, они еще вместе с маном приносили женские украшения, чтобы человеку всегда всего хватало. Отсюда мудрецы делали вывод, что украшение это такая же необходимость для женщины, как и пища, как ман. Это стоит задуматься об этом. И насчет того, почему, вот говорят, не упал бы ман там сразу, раз в неделю упал бы себе, и все. Если мы помним, ман падал каждый день, и не мог никто сохранить свою порцию, кроме пятницы, когда выпадала двойная, так как в шаббат он не падал. Есть такой рассказ. Один ученый, уважаемый раввин, его попросили в крупнейшем культурном центре города прочитать лекцию о выходе Израиля из Египта. И слушатели были образованы такими, внимательно слушали. Раввин так описал события, он говорит, Господь послал на землю свой хлеб, чтобы он вкусный, как медовик, которого хватало на один день. Его нельзя было хранить до следующего дня, за исключением пятницы. Один слушатель встал и говорит, это нерационально. Бог поступал нерационально. Почему только на один день? Надо было поставить запас, который хватило на год. Это было бы разумно и не требовало бы усилий. А раввин говорит, вы знаете, я вам отвечу. Маленькая притча. У одного великого царя был сын. Тот был еще ребенок, но должен был вступить на престол. Его образование, это было дело государственной важности. И по закону этой страны царь мог видеть сына только один раз в году. Он очень его любил, а маленький царевич любил своего папу. Они стремились быть вместе, но закон был неумолим. И так постепенно они стали, к сожалению, чужими друг к другу. И чтобы этого не произошло, Бог посылает с дар нам свой каждый день, как тогда, так и сейчас. И поэтому мы молимся каждый день, ежедневно. Поэтому, что хорошо, что плохо, это очень сложный вопрос. Важно, что назвать маном в жизни. Вот то, что маном ты назовешь, что тебе Бог и посылает. Вообще, он посылает все. Значит, все это какой-то ман. Все какое-то скрытое, может быть, еще невидимое нам благословение. Браха ва слаха.